Алматинцы объявили войну любителям объезжать пробки. Водители легковушек и большегрузов гоняют по улицам частного сектора. Буквально на прошлой неделе случилось ДТП. Машина сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. Недовольные жители вышли на собрание. Люди говорят, молчать больше нет сил. Всему вину уверяют неправильно спроектированная транспортная развязка. Вакагуля Касова выслушала возмущенных. С ребенком невозможно выйти, даже погулять с коляской. Столько машин. Изобретательные водители прокладывают себе новый маршрут. Легковые автомобили и большегрузы всеми путями пытаются избежать пробки возле знаменитой барахолки. Из-за этого жители микрорайона Ожет не могут попасть к себе домой. Ведь машины обижают затор через частный сектор. Вчера я ехала 2 часа. Только из 2 часов 50 минут я ехала со стороны Айнаблака. Чтобы заехать на само кольцо. Мне нужно вставать в 6. Потому что ладно, я собралась. То есть полтора часа мне стабильно на дорогу. Просто все стояло и не двигалось. Скорая не могла выехать. То есть ни по Встречкино не могла объехать. Ни по своей линии. Скорая вообще, я не знаю, сколько они простояли. И ее никто не пропустил. Жители частного сектора вышли на собрание. Люди рассказывают, по их узким улицам автомобили гоняют на большой скорости. Попытка объехать пробку может привести к трагедии. 12-летнего сына Маляки Амраевой на прошлой неделе сбила машина прямо на пешеходном переходе. Мальчик получил ушибы, а водитель скрылся. Останавливается автобус. Он объезжает автобус и сбивает на пешеходе сына. И еще уезжает с места. Все пробки избегают, объезжают, получается, бежит. И несутся, как угорелые. Даже на пешеходах новый асфальт. И они вот носятся, считай, по этому асфальту, несмотря ни на пешеходы, ни на светофоры. Всему виной, по мнению жителей, Северное кольцо, которое построили 4 года назад. Развязка обошлась бюджету 8,5 миллиардов тенге. Но разгрузить трафик почему-то не удалось. Водители винят пешеходов. Люди выходят прямо на дорогу и ловят такси. За последние 5 месяцев здесь произошло 7 аварий. За таких людей, которые ловят такси, вот посмотрите, это каждый день у нас, каждый день такая пробка. Невозможно. Доработаем, ну, где-то 2 часа. Пешеходы мешают. Если бы сделали как положено, или надземно, или так, здесь пробок не было бы. Если бы для людей отдельное место, чтобы такси останавливалось, здесь пробок таких не было бы. Если кондер и коробка автомата не раздражает, а если механика раздражает. Городские власти о проблемной развязке знают. Чиновники планируют расширить полосу, а для пешеходов установить светофор. Появятся здесь и камеры Сергек. В существующей схеме есть проблема перестроения. То есть на основную часть, проезжую часть. В связи с чем предлагается увеличить именно полосу перестроения. Пересмотреть расположение джерси, то есть ограждающих конструкций, которые находятся вдоль проезжей части. Будет регулируемый пешеходный светофор с кнопкой вызова для пешеходов. Потому что сейчас движение пешеходов там неупорядочено. То есть пешеходы переходят в неположенных местах. На расширение дороги деньги заложены в бюджете. Городские власти обещают закончить работы к сентябрю. Бахат Гулюкасова, Фарид Якупов, Думанда Уллитбакулы, Алматы, КТК.